Дорогие друзья, всем доброго, светлого дня! С вами на связи Александр Николаевич Русинов, натуропрактик. Мы сегодня поговорим о том, как понять, что пора позаботиться о печени, какие практики мы можем добавлять, и компоненты растительного происхождения, как мы можем помогать. Есть очень простые, такие вот самодиагностические способы узнать, что уже печень дает сбой. А печень – это невероятно важнейший орган для нашего здоровья. Красные точки появляются на теле. Их еще называют гемангиомы, есть ангиомы. Даже если стали появляться пигментации, темные пятна на теле, это уже сбой печени. Стали появляться родинки вдруг массово, папилломы, кератомы, бородавки. Это тоже говорит о том, что сбой печени, да? Соответственно, любая интоксикация на уровне ЖКТ, интоксикация на уровне бронхолекущей системы, интоксикация даже электромагнитная, так скажем, сейчас такой электросмог появился, новый тип токсинов. Это все влияет. Даже психическая интоксикация, информационное отравление сейчас. То есть все это сказывается на работе печени. Как мы еще можем пронаблюдать? Посмотрите на склеру глаза. В норме склера глаза должна быть белой. Как чистое зрение. Знаете, еще говорят, что глаза – это зеркало души и ворота печени. И если покраснение сосудистая, красные сосуды, синие сосуды на глазах, покраснение глаза, потеря зрения, потеря слуха, любые искажения этих функций, уже может нам говорить о сбое работы печени. Любой сбой в пищеварительной системе. Почему? Потому что печень вместе с желчным пузырем сбрасывают желчь. Это один из внешних ферментов для переваривания. В ответ на желчный пузырь сбрасывают поджелудочные железа, панкреатический сок. Это тоже один из важных ферментов для переваривания. Если их мало, стресс, зажато, не хватает ферментов, все пищеварение сбилось, а это, как вы знаете, иммунно-адаптивная система. Снова мы пришли к тому, что печень и вот иммунитет у нас. Какие есть мануальные практики? Ну, если кто знает, слышал, там правка живота, латка живота, пупка правства, обосновка золотника. Это тоже делается мануально. Есть специалисты, которые практикуют и знают, как мануально поддавлять через переднюю стенку живота, найти эту печень, узнать, увеличена либо нет, есть там застой или нет, насколько работают гепатоциты, насколько работают сосуды печени. При помощи поддавления можно определить. И, соответственно, так же она и правится. Но это, конечно, должен делать специалист. Компоненты, которые мы применяем для того, чтобы помочь нашей дорогой и уважаемой печени, это целый такой вот завод, огромный завод, где есть микро- и мини-заводы, которые участвуют, в общем, в каждом процессе. Касторовое масло. Вообще, в принципе, растительное, натуральное, сыродавленное, если масла мы берем, то они тоже помогают работе печени. А вот касторовое масло, оно рафинировано как раз таки, потому что оно как бы снижает свою активность. То есть, по пути следования масла касторового и желудок запускается, и печень, и желчная, и поджелудочная. Также работа тонкого, тощего и толстого кишечника. Вычищается ворсеньке тонкого кишечника. Дальше чем помогаем? Расторопша замечательно, одуванчик прекрасно здесь работает, зверобой очень хорошо, да? Ну, и вы знаете, там, да, гепатопротекторы, и лобазник визолистный, и солянка холмовая тоже очень хорошо помогает, поэтому применяйте. Печень должна быть чистой. Соответственно, показатель – это хорошее самочувствие, да, когда активность, когда пищеварение хорошее, газообразование отсутствует, в норме его не должно быть, да, потому что что такое газообразование? Это же отравляющие токсичные газы, то есть, которые и нервно-паралитические, и которые раздувают кишечник, и, соответственно, и поддавливают, и на диафрагму, и давят диафрагму уже на лёгкие. Внимательно относимся к работе наших внутренних органов. Это очень важно, да? И по внешним проявлениям, которые мы озвучили, тоже можно продиагностироваться, и понять, и сделать выводы. Есть магазин «Русские корни». Ссылку я в описании выложу. Практически всё, о чём я говорю, там есть, находится, и качество оно хорошее, да? Занимаемся здоровьем изначально, превентивно, с молодых ногтей, да? И детям тоже помогаем. Всех обнимаю. С вами сегодня был Александр Николаевич Русинов. До скорых новых встреч. Всем добра.